Это трек просто, трек просто, где-то здесь, по-моему, такая версия. Ох, устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги никого. Только тень промелькнула в сенях, да стервятник спустился и сузил круги. И в дом заходишь как, все равно в кабак, а народишка, каждый третий враг. Своротят скулу, кость непрошеный, а броса в углу. И те перекошены, не затеялся смутный чудной разговор. Кто-то песню стонал, да гармошку терзал. И припадочный малый, придурок и вор, мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой, почему во тьме, как барах чумной, Свет лампад погас, воздух вылился, а лишить у вас разучили за двери настижу вас. А душа заперти, кто хозяином здесь напоил бы вином. А в ответ мне, видать, был ты долго в пути и людей позабыл. Мы всегда так живем, траву кушаем, век нащавили, с кисли душами, опрыщавили, да еще вином. Много тешились, разоряли тон, дрались, вешались, я коней заморил, от волков ускакал. Укажите мне край, где светлот лампад, укажите мне место, какое искал, Где поют, а не стонут, где пол не покат, а таких домах не слыхали мы. Долго жить по тьмах привыкали мы, испокону мы, взледа шепоти, под иконами, в черной копоти и смрада. Где косо висят образа, я башку очертя, шел свободный отпут, куда ноги вели. Да глядели глаза, и где люди живут, и как люди живут. Сколько кануло, сколько схлынуло, и кидало меня, не докинуло. Значит, спел про вас неумелая, очень черная, скатерь белая. Ох, 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 слушайте, ну сегодня просто вот какой-то удивительный день, приходящий в другой день. Что-то, крэйзи, привет. Слышится. Потом, блядь. Прям все, послушайте, за эфир две таких мощнейших легенды. Слушайте, мы послушали, это прям... Что самое-самое, вот прям гнусное, обидное в этом все, что... Вот я прям уверена, что сегодняшний эфир заплачен. Уже. Вот прям уж меня шевет, раздирает и бесит. Понимаете, вот это? Градский, Александр Градский, мы слышим. Ну, слушайте, здесь, как бы я не... Здесь без комментариев. Я помимо текста, как бы я следила за текстом, я следила за вот этими вырезками, которые были вот в этом мини... Ну, в мини-ролике, да, такой видеоролик. Во-первых, я смотрела фильм, про него снятый, где безруков. Я его все-таки сыграла. Да, там, как бы, его раскритиковали чисто за то, что глаза... Не знаю, почему они, как бы, этот момент или упустили, или не специально сделали так, чтобы типа отвечал. То есть, ну, неужели не могли они сделать карие глаза? Потому что у него, по-моему, уж темные глаза не были. Или, может, я не ошибаюсь. Ну, вот. Слушайте, ну, как бы, вот фильм безруков, конечно, в этом плане. Я сколько раз смотрела, уже пересматривала этот фильм. То есть, спасибо, что живой, да. Это шедеврально, конечно, отыграли. Но я хочу сказать, он у меня, во-первых, именно... Я пыталась проникнуться именно через вот, как бы, через вот эту роль, да, который безруков пытался передать его образ. Именно в сам образ вот самого Высоцкого. Какой он и что он, да. Вот. И вот я сейчас посмотрела вот эти вырезки эмоциональные, даже как он... Ну, я не знаю, это прямо... Ну, правда, такие вот реально люди-легенды такие рождаются. Раз в век, так скажем, наверное. Или все. Самородки. Спасибо. Спасибо.